Победитель выборов – премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Вопреки прогнозам, консервативная партия Кэмерона победила на выборах с большим отрывом. Я голосовала за консерваторов, думала, что результаты будут хуже. Я разочарован, потому что надеялся, что результат либористской партии будет лучше. За победой действующего и, вероятно, будущего премьер-министра Великобритании пристально следят и в Евросоюзе. Ведь он обещал своим избирателям провести референдум о выходе из Евросоюза, если не будут учитываться интересы Великобритании. Прежде всего, я хочу объединить жителей нашей страны – Великобритании. В первую очередь, речь идёт о том, чтобы как можно скорее провести децентрализацию, как для Уэльса, так и для Шотландии. Похоже, Кэмерону придётся считаться именно шотландцами. Шотландская национальная партия, вероятно, получит почти все места, которые предусмотрены в Палате общин для депутатов от Шотландии. Это исторический момент. Сегодня ночью политика Шотландии изменилась. Это переломный момент. Главный соперник Кэмерона Эд Милибент признал поражение либористской партии на выборах. Их результат был значительно хуже, чем в 2010 году. Милибент взял на себя ответственность за провал на выборах. Я подаю в отставку. Это решение вступает в силу после празднования Дня Победы. Я хочу сделать это прямо сейчас, поскольку партия нуждается в открытой и честной дискуссии о своём будущем. Консервативная партия Кэмерона получила более половины мандатов в Нижней Палате Британского парламента. Продолжение следует...